Не застревать в текстурах. Когда в прошлых видео я рассказывал про плюсы вид и о том, как писать игры для неё, то я во многом использовал чужие наработки. Много талантливых ребят досконально препарировали эту тему, писали свои плагины и программы для экспорта игр на портативку, причём были даже расписанные туториалы, где всё было понятно. Однако с Xbox совершенно другая ситуация. Я нигде не встречал обучалок или наборов программ, чтобы взять, поставить и начать делать свои игры. Наверное дело в том, что консоль ещё достаточно актуальная, для неё есть много шикарных современных игр, ну и большая часть любителей Homebrew как-то улучшает интерфейс, добавляет функциональные вещи, но именно написание игры, да ещё и в Unity я не находил. Скорее всего, это я что-то пропустил, но в гугле поиск мало чего даёт. В ходе поисков я наткнулся лишь на бразильцев, что делает свой шутер на модифицированной версии UDK. Мне же хотелось запустить именно Unity, потому на днях я сел разбираться и сейчас поделюсь с вами рабочей схемой и результатами. Разобраться с Unity мне охота было именно потому, что довольно большое количество консолей этот движок поддерживает. Плюс я сейчас делаю свой гоночный прототип для Vita и возможность экспортировать свою игру на Xbox у меня была в голове, но я всё время откладывал на потом, потому что нигде, повторюсь ещё раз, нигде я не встречал лицензионного ключа, чтобы активировать возможность экспорта на Xbox. Заходил я ключи для Vita, для PlayStation 3 и 4, Nintendo бесплатно раздаёт для Wii U и 3DS. Вот на днях Никита Карапиин показывал возможность экспорта для Switch'а. Можно делать игры для Xbox One, но вот именно для 360 версии нигде не находились и в общем-то и не нашлось. И чтобы вы понимали, для экспорта на любую платформу, включая Android и iOS, нужны три вещи. Первое – это SDK-платформа, на которую вы экспортируете. Второе – сам Unity, он бывает разных версий. Третий – это набор support files для нужной платформы, чтобы связать SDK и Unity. Поиск по Гуглу достаточно основательный, позволил найти всего лишь две-три полезные ссылки. Кстати, в последнее время я всё больше грешу на Google из-за того, что он старается скрывать ворезные пиратские ссылки. Ну понятно, почему он это делает, но какие-то вещи проще найти в Яндексе. Хотя там тоже бывают непонятные ситуации, когда из поиска не исключаются какие-то слова. А для поиска по Unity это важно, потому что частенько в результатах выдачи чаще всего фигурирует Assassin's Creed Unity, ну что само собой мешает. Но какие-то ссылки по ворезу я находил именно в Яндексе, а в Гугле они скрывались. Итак, поиск всё же вывел на версию Unity, что поддерживает экспорт на Xbox 360 и support files для этой платформы. Нужно искать версию Unity 5.4.0.beta.11, либо Beta 3. Эти бета-версии пока что последние, что могут экспортировать для Xbox, так и для PlayStation 3, с которой я буду разбираться позже. Версия Unity достаточно древняя, но для нашей цели подойдёт. Далее нам нужно найти SDK для платформы Xbox. Что примечательно, несмотря на то, что саму консоль взломали году так и ещё по-моему 2012, но сам SDK слили всего лишь несколько лет назад. И для работы нам нужно найти в Гугле или торрентах файл xdk.setup.xenom.2.1.2.5.6.3. Это полный SDK, что потребуется Unity. Есть и более новая версия, но я не смог скачать, да и это в общем-то нормально работает. И для того, чтобы SDK смогли установиться полностью, он потребует Visual Studio 10. У меня стояла 2017 версия, но SDK её не видел, и при установке он ругался, что не может поставить всё целиком. Больше того, он не увидел даже Visual Studio 10 Express, потому пришлось качать Full-версию. Далее всё это нужно установить в следующем порядке. Для начала ставится полный Visual Studio, после чего нужно поставить SDK от Xbox, проверю, что точно выбирается галочка напротив позиции Full, после чего ставится Unity и потом уже support files к нему. И тут появляется следующая проблема, которую я озвучивал раньше. У нас нет ключа для разблокирования возможности экспортировать из Unity на платформу Xbox 360. И чтобы обойти эту преграду, можно воспользоваться самым древним и проверенным методом — взломать сам Unity. До того, как под давлением Unreal Engine 4 Unity стал полноценно бесплатным, ну с платными фишками, вам приходилось платить и за сам движок, имею возможность попробовать лишь обрезанную версию, где самой главной преградой была светлая тема в редакторе. Однако с того времени люди продолжают делать кряки, что отключают возможность проверки лицензионного ключа и возвращают приятную глазу тёмную тему. Я попробовал несколько кряков, к этой версии как ни странно подошёл лишь один. Ну и в итоге возможность экспортировать появилась. Кстати, судя по всему, кряк ищет в коде движка какую-то последовательность байта, что отключает проверку. Ну и сами Unitec не сильно парятся по этому поводу, ведь зарабатывают с платных подписок. В общем, святые люди. На этом моменте я ожидал, что будут какие-то особые проблемы с экспортом. Дело в том, что после экспорта Vita полученные файлы нужно прогонять через самописный скрипт Python от Silica. Для Свитча тоже не так просто экспортировать, а там довольно капризный сборщик. Но неожиданно экспорт и сборка проекта для Xbox в нативный код произошла прямо вот в один клик. Редактор ругался на какие-то неправильно заполненные поля, но экспортировал полностью рабочую игру. И чтобы запустить её, нужно кинуть её на флешку, зайти во фрибуте в директорию и запустить исполняемый файл. Первым делом я проверил работу геймпада в движке и на консоли, после чего нашёл в SetStory Unity древний проект с развиванием блоков, переделал правление логику игры и всё заработало. Ну а после я запустил гоночный прототип. Ну всё так же заработало. И хотел бы я на этом месте сказать, что без проблем, но некоторые косяки всё же выползли. Первое, что бросилось в глаза, это как-то довольно странно обрабатываются вызовы омгуи. Местами даже сам редактор ругается на это. В итоге интерфейс, может надо будет переделать с привычных вызовов в движке, ну на что-то своё кастомное. Далее, я ожидал, что в игре можно будет поставить динамический источник света, но почему-то он обрезается. Досадно, но тени можно запечь, плюс самостоятельно обойти от ограничения можно также, как ходили профессиональные разработчики в своих играх ранее. Плюс я также ещё не пробовал разные шейдеры, ну банально не успел. Может быть, надо использовать другие для получения теней. Далее, консоль можно с помощью плагинов и SDK подключить по сети, экспортировать игры прямо из движка на устройство и запускать их там. Ну кто делал игры на юнити для андроида, знает, как это удобно. Телефон подключён проводом к компу, жмёшь в юнити build and play, в итоге через пару секунд проект компилируется и запускать на устройство. Увы, с Xbox такое не прокатывает. Копируются далеко не все файлы и проект не стартует. Да и сама скорость работы по Wi-Fi получилась грустная, порядка двух мегабайт в секунду, не выше. Отчего запускать проекты по ПК с локальной сетью очень грустно. Приходится долго ждать. Проще скинуть на флешку и запускать с неё. Есть, конечно, возможность подключить консоль к ПК или роутеру проводом, должно быть быстрее, ну и я когда-нибудь попробую так. Плюс, пока я ещё копался на форумах, увидел, что некоторые стационарные консоли можно перепрошить и получить из них DevKit, который уже будет без лишних костылей работать по сети, запускать игры с эмуляцией привода и кучей других фишек. Опять же, если повезёт, ведь никто не гарантирует работоспособность такого извращения. А покупать DevKit сейчас дороговато, это где-то 15 тысяч и выше. В среднем на eBay это 40 тысяч рублей. Проще попробовать найти дешманскую консоль на рэнке, раскорячить её, но это будет интересно, я, может быть, даже по этому поводу ролик сделаю. В остальном же разработка игры для Xbox 360 выглядит сильно проще, чем на другие ретро-консоли. За пару дней, что я изучаю тему, я не успел много чего ещё попробовать, но выглядит всё доступно. Причём в этом заинтересованы сами создатели консолей и движка. Например, всё очень сильно упрещено с Xbox One, где не требуется DevKit. Потому это может быть хорошим стартом для нити-разработчиков с новыми ревизиями от консоли. Но лично мне эта тема интересна. Я уже успел попробовать делать игры на другие консоли, включая 2DS, NES, Game Boy, Sega, ну и другие вроде Vita. В будущем стоит ожидать роликов про PS3 и PS4, ну а также Wii U, которые вот у меня сейчас валяются, но руки до неё никак не доходят. Да и по тем консолям, что я пробовал, уже есть отснятый материал, но был занят, честно, чтобы всё это собрать в кучу. Сейчас я поставил для себя цель доделать свой гоночный прототип, а также шутерный, разобрать потихоньку все отснятые материалы за прошлый год и оформить их, ну, хоть в каком-нибудь виде. Плюс люди просят рассказывать больше про уход разработки игры для Vita. Ну, пока я попробовал разные варианты, появились интересные подробности и рабочие инструменты, о чём также будут ролики. Ну и про сами игры я также хочу поделиться с вами мыслями и наблюдениями, потому подписывайтесь на канал, приходите на стримы и не острелайте в текстурах. Будем развлекаться вместе. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok